всем здравствуйте вы на политбюро и на нашем заседании со мной александром шелестом кость бондаренко мое почтение добрый день парламент вышел на работу и без перформансов не обошлось перформансов до это как порошенко побывал местах боевой славы владимира зеленского но и внутри парламента тоже вот я предлагаю очень короткая но такое поучительное видео как обойти службу охраны да если она тебя не пускает с кассовым аппаратом господин николаенко народный депутат вот какую трехочковый вычудил внимание на экраны андрей проходит 20 почему-то на державную мову но тем не менее видите очень удобно когда у тебя рост высокий а у охраны чуть ниже собственно и тимошенко на трибуне парламента ну вот об этом же и говорила посмотрим и вы знаете что голова не пришли в цей народный дом який называются парламент хочется сказать что цей парламент же нажаль перетворився в публичный дом так людей навед на пориг не пускают публичный дом а не парламент и перформан батьківщина в ударе но ведь это сигнал 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 в принципе я я соглашусь потому что на самом деле рейтинги которые мы видим показывают что батьківщина на сегодняшний день единственная политическая сила которая демонстрирует рост рейтингов пусть незначительный там 3-4 процента на это показатель вот свое время в 2019 году именно от юлии тимошенко произошел переток голосом к зеленскому сейчас после того как произошло разочарование многим зеленскому услугах народа возвращаются голоса к батьківщине и к тимошенко понятное дело что тимошенко на протяжении целого ряда месяцев посылала сигналы я готова поддержать инициативу власти подставить плечо вот потому что ну на самом деле с ней ассоциируется какая-то какой-то опыт политики на самом деле на фоне абсолютно неопытных людей которые находятся сегодня во власти вот этот сигнал не был расслышан она подождала и подождала если не услышали этот сигнал то соответственно она просто продемонстрировала что она готова перейти в достаточно жесткую оппозицию и я думаю что подобного рода сигналы будут услышаны скажите насколько вот сейчас у кого выигрыш не оппозиция вот у там батьківщины или же у господина разумкова который пополнился еще одним депутатом об этом объявил мол мы расширяемся плюс еще один разумков это дань политической моде существует мода на разумкова у нас было несколько там модных политиков на которых была мода в то или иное время когда они появлялись сразу начинали говорить о том что вот он точно сейчас совершить некий прорыв вот разумков на сегодняшний день воспринимается как некий человек который которого вытолкали из из той политической среды в которой он формировался который он возглавлял вот он относительно него действует сейчас принцип справедливости или несправедливости там скажем вот против него там многие воспринимают что несправедливости им поступили вот он стал жертвой интриг который существует там наверхах и эффект новизны новизны относительно новизны тоже существует поэтому многие сегодня как раз именно воспринимают разумкова сквозь призму политической моды тимошенко как раз в этом отношении проще потому классе да это классика поле украинской политики это политик с политическим ядром которая существует и которая будет существовать вот восемь девять несгораемых процентов которые будут всегда у нее в ее активе восемь девять процентов граждан которые будут при любых обстоятельствах голосовать за тимошенко это тоже существует все остальное это дело наживное вот это второй момент поэтому я думаю что все таки давайте рассматривать то что происходит сегодня в парламенте именно не как некий трамплин для разумкова а как в первую очередь как ренессанс тимошенко просто я очень хотел акцентировать на словах разумкова но после того как даже победа 25 человек межфранкционном объединении и вот он комментирует и говорит что я этот шаг президента это комментарий свежий по поводу ну множественного гражданства воспринимаю исключительно как составляющую будущих выборов это увеличение электоральной базы говорит разумков скажите пожалуйста ну само появление и отпочкование разумкова это же свидетельство того что ну готовятся готовятся к будущим вы не само собой разумков готовится к будущим выборам он почувствовал вкус власти он почувствовал вкус политики он вошел в политику практическую политику он раньше был в политическом процессе но больше как консультант как человек который помогал скажем там сильно мира сего приходить к власти сейчас он сам понимаю что он готов уже к сольной роли и он будет не никуда не уйдет из политики его заявление относительно вот именно вот этого мульти гражданство вот она абсолютно правильно действительно нынешняя власть ищет способы каким образом расширить свою базу за счет значит разрешение граждан других государств получения получения новых граждан которые будут иметь два паспорта или три паспорта как некоторые за счет понижения возраста активного избирательного права наступление активно избирательного права до 16 лет это идея тоже рассматривается за счет электронного голосования и так далее так далее то есть будет расширяться электоральная база искусство электральная база и будет сделан расчет также на фальсификацию которую невозможно будет перепроверить развуков этом отношении абсолютно прав здесь я согласен с его позиции 22 год это будет внезапный год внезапных выборов у нас внезапные вот в 2021 году начале 2021 года ни один болгарин не мог подумать что это будет год во время которых пройдут парламентские выборы аж три раза вот точно та же ситуация может быть и у нас мы не надеемся на какие-то выборы у нас не заложены цифры в бюджет на проведение выборов но при этом выборы могут могут состояться это абсолютно абсолютно нормальное явление ну представьте себе что внезапно возникла возник парламентский кризис вот внезапно возник пока что нет предпосылок но кто кто знает что будет там летом осенью вы опытный политический эксперт скажите пожалуйста оппозиции такие все разные в украинском парламенте такие разные даже там разумков это оппозиция разумная позиция там а пзж европейская солидарность и вот гуляет же вот этот ну не знаю там ход технологический чтобы взять и выйти из парламента сложить полномочия депутатские например там вторая по численности фракция оппозиционная платформа берет складывая уходит из парламента и автоматически это перевыбор нет автоматических перевыборов не будет потому что вторая по величине фракция сколько там 42 или 43 человека вот это автоматически этого не хватает для того чтобы сделать парламент не дееспособным договорились с кем с европейской солидарности вот я сложно себе представляю полтаве нормально процесс учитывая учитывая то как петр алексеевич сидит тихонько и боится чтобы его не не привязали к его близкому другу виктору медведчуку его там относительно тех дел которые комбинируются медведчуку вот я думаю что вряд ли европейская солидарность которая демонстрирует последнее время чудеса договороспособности и только внешне там время от времени это выходит пошуметь вот и там некоторые какие-то лозунги антипрезидентские там проговорить на этих митингах своих то я я себе сложно выявляю что петр алексеевич пойдет на какие-то радикальные шаги в этом отношении плюс ко всему он чудесно понимает что сейчас у него есть 15 процентов а если он пойдет на там досрочные парламентские или даже президентские выборы ему опять же ничего не светит кроме необходимости вывалить огромное количество денег на избирательный процесс это такой такой момент вот я не вижу пока что тех камикадзе которые готовы сложить депутатские мандаты и уйти на выборы что держит страх потерять мандаты да вот очень многих это это держит страх потерять мандаты многие так прикипают к этому креслу что они боятся просто пойти на какие-то резкие шаги потому что думаю авось в следующий парламент не попаду еще один вопрос он в контексте вот будущего вот привкуса выборов очень важный венецианская комиссия поддержала решение конституционного суда об отстрочке присяги двух судей которых зеленский заводил по своей квоте ну об этом пресс-служба с конституционного суда заявила и вот там есть заседание пленарной венецианской комиссии постановление вот это было принято сразу после того как суд отказался принимать присягу этих двух судей и насколько это неприятно для президента конечно неприятно потому что президент и его окружение считает что существующие законы существующие процедуры которые предусмотрены это все нонсенс есть его желание я хочу вот и это я хочу должно воплощаться немедленно в данной ситуации пошел на нарушение процедуры соответственно ему указали на нарушение процедуры и если раньше можно было говорить что у него конфликт просто с тупицким александра тупицким личный конфликт какой-то что там тупицкий не хочет там понимать зеленского не хочет идти ему на встречу и так далее то сейчас очевидно что это уже конфликт институционный это конфликт между президентом а президент это не только зеленская это в принципе вся его команда вся вертикаль в президентской власти так вот между президентом и конституционным судом это институционный конфликт и в этом институционном конфликте европа в частности венецианская комиссия которая является структурным подразделением парламентской ассамблеи совета европы практически она не на стороне зеленского и ему необходимо прислушаться к этому когда когда говорили зеленскому о том что необходимо отправить на экспертизу венецианскую комиссию закон об олигархах закон о борьбе с олигархами вот он не послушался этого и это было тоже воспринято как неуважение к венецианской комиссии джанни букики руководитель комиссии говорят очень обиделся на этот шаг тем более что приняли приняли закон а потом вдогонку мы еще проконсультируемся отправим потом после того как его приняли отправим венецианскую комиссию так вот это в принципе было неуважение к европейским структурам но показывает свою субъектность таким образом но я не думаю показал пока что глупость вот действительно глупость украинской власти и самодурство украинской власти мы принимаем а потом вот и ставим вас перед фактом знаете как почти как в том детском анекдоте когда там вот чебурашка говорит гений что нам прислали 10 апельсинов тебе 8 и мне 8 как это так ну я своих 8 уже забрал так вот в данной ситуации это практически так же что я своих 8 уже забрал закон принял подписал и все прочее а пусть венецианская комиссия теперь пересматривает благодарю вас за это заседание кость бондаренко был гостем нашего политбюро подпишитесь поставьте лайк напишите комментарий и будьте с нами смотрим и наблюдаем как будут разворачиваться события в дальнейшем увидимся